Японская культура вошла к нам сюда тоже. Вот смотрите, декомпрессия и правка спины лежа на полу, в основном делается для тех, кого на столе мы не можем поправить, потому что бывают мужчины вот такой вот высоты, грудная клетка у них огромная, даже я большой, и то я не могу на них запрыгнуть, да, вот такие плотность во сложение, поэтому тут усиливающие техники. Вот смотрите, ось позвоночника красной линии обозначена, да, специально у нас есть такая простыня, вот такая сложная полосатая, да, покупайте в магазинах Альфа Топ Шоп. Если мы откладываем примерно три пальчика, да, это получается ребинопоперечное сочинение, вот они символично показаны зеленой линией, да. Соответственно, нам надо вот этот таз встать на человека, ну, здесь голова, там ноги. Аккуратно, да, поддерживают, группы поддержки, прям плотно там держите, да, на таз, таз не бойтесь, самые мощные кости они выдерживают любой вес до 120 до 150 килограмм. Тут отступаем к десятому ребру примерно, к десятому позвонку, да. Ниже на почке просто берегите. Мягко доворачиваю стопу вот так, чтобы примерно поцелков поигрался вперед и вниз было. Так раскачиваюсь пару раз, но не отрываю, ни в коем случае. Только прижали, то есть вы смотрите, вы должны сползти по одежде, там, сползти по коже, сползти по мясу и упереться уже в кость, в кости, да. И только после этого не отрываясь уже. Раз, два, три. Приступили. Раз, два, три. Ты лучше нас целиком сними, наверное, чтобы видно было. Подальше, подальше, стойди. Вот. Далее, что можно сделать? Вставать здесь теперь со стороны головы, да, со стороны головы. Держим. Ну, либо можно использовать там мышцы шестами раньше делали, либо два стула так поставить на спинке, да. Либо, не знаю, там трос такой сверху, чтобы держать. Можно на человеке баланс не ловить. Да, потому что кожа скользит у человека, может... Могу ничего не скользить. Так, мы просто демонстрируем, как надо делать. Извините, без модели, но я думаю, так нагляднее получается. Да, модель нужен вот так. Так, значит, ставим вот на эти зеленые полосы, да, они настистые. И немножко вот так вот можно покачаться, протоптаться. Вот это продольно получается, поперечно. Вот так вот, потянуть там тоже может хрустнуть. Вот туда в ребра прям, да. Только грудной отдел. Теперь держи, держи меня. И теперь начинаем, как лыжник, скатываться вот так вперед. Ну, раза три, в основном, четыре получится, максимум до шеи дойдя, да. Далее можно отдельно шею промассировать. Ну, об этом я уже ролик снимал. Как это лечить, сторонку. Чем-то себя придерживать, допустим, за стол. Да, вот тут голова лежит. Поставь паузу. А-ля, оп, фокус. Видите, у нас появилась, ну, импровизированная такая голова, да, и вот шея. Значит, передерживая себя, мягко наступаем, но желательно с вот стопы вот так сделайте, чтобы еще мягче. Размассировали вот так. Размассировали вот туда, в шею и в череп, прям близко к черепу, прям мышцы не крепятся. Покатали вот так вот, да. Потом пятку уперлись в окременный отросток здесь, а там, с принципиальной стороны, в затылочную кость. Получается вот такое растяжение. Здесь пальцами, ноги уперлись в окременный отросток здесь, и вот такое натяжение с той стороны. Те, кто покрепче, можно и ребром на ноги поставить, и вот так вот наступить. Увеличивая таким образом лордоз, шейный лордоз, должен быть проявлен, выглядим вперед, видите. У многих девок очень прямая шея. Вот. Ну, а дальше у нас будут еще приемы, непосредственно уже мануальные, когда мы и вправляем позвонки вперед, увеличивая лордоз. Но об этом будет в следующих видеороликах. Не теряйтесь, лучше присутствуйте здесь на наших занятиях, да. Здесь все очень познавательно, наглядно, и вы увидите с готовыми навыками в руках. Даю свет, дарю радость и пользу людям. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok